Добрый день дорогие друзья! С вами снова Дмитрий Евланов и канал Сады Тамбовщины И сегодня я хотел бы рассказать вам как устроены мои клумбы для рододендринов Вот одна и вот там вот вторая сделана Когда я надумал сажать у себя в саду рододендрины я очень много по этому поводу пролистал сайтов очень много и вышел на Наталью Петренко Садовый мир канал ей большое огромное спасибо за то что она все подробно рассказала и показала вот а теперь я хочу все подробно рассказать и показать вот у меня грунт идет основной вот и что же я сделал край по краю плит я выкопал ямы таки траншеи так скажем 50 сантиметров глубиной вот здесь вот это вот траншеи были в грунте 50 сантиметров глубиной и вот там вот большая траншея была 50 сантиметров глубиной и шириной по-моему метр может быть плюс-минус там 5 сантиметров и всю эту траншею я заполнил хвойным опадом так как у нас найти на лесных болотах торфа самостоятельно не представляется никакой возможности ну то есть нет у нас таких торфи торфянистых болот вот то заполнил я все это хвойным опадом и приподнял грядки специально ну на 30 сантиметров от земли посчитал что так они будут быстрее прогреваться ну и к тому же еще здесь сыграла ту роль то что мы будем выкладывать весь двор плиткой брусчаткой и все это приподнимется приподнимется по ходу я не знаю насколько там как будут уровень выставлять рабочие прочее или так или так может быть а может быть даже и так приподнимется то есть быть песчаная подушка потом плюс еще плитка 6 сантиметров вот но самое основное в том году я начал таскать бордюр вот он там лежит у меня бордюрный камень ну не бордюрный камень а обычный бордюр плиточный ну вот и что же таскай его я понял была влажная погода осень была шел дождик мелкий моросил и таскай его в перчатках известь выходящий из этого бордюрного камня ну или бордюра кто как называет я не знаю как правильно назвать бордюр известь который выходил из него она вы не представляете буквально за час съел мои перчатки вместе с кожей на пальцах до самого мяса вот потом немножечко посидев и покумеков я решил сделать то то что известь который будет выходить из этой плитки и из этого камня бордюрного вот будет попадать конечно же в субстрат рада кордодендр нам то есть она будет что делать здесь вот закисленный сильно закисленный субстрат она будет его раскислять чего льда дендр на не перенесут ни в коей мере не как вообще я посидел по кумекам взял старые доски которые у меня остались от стройки то есть это сороковочка вот но здесь в принципе годилась бы и меньше если было бы доска поставил их закрепил на колышки на обычный такие же деревянные вбил и обтянул сначала первый слой это полиэтиленовая пленка а второй слой это черный утрасил агроволокно черное короче говоря вот то есть пленка первый полиэтилен вы идя сюда поднимается и изолирует вот эту грядку от будущего бордюра который будет примыкать вплотную и вот плитки которая будет здесь лежать таким образом даже после сильных проливных дождей известь вот в эту грядку в эту клумбу никаким образом не попадет и мне не придется лишний раз сильнее закислять ее дабы создать благоприятные условия моим ордодендр нам ну вот собственно говоря что и хотел сказать потом здесь конечно будет песчаная подушка насыпется вот но бордюр будет вставать вот заподлицо вот с этим вот основанием так скажем и как бы это вот будет такой барьер для перехода извести из бордюра вот в этот вот субстрат кстати в том году осенью я вот съездил на одно болото и на берегу набрал но я бы не сказал что это там какой-то верховой кислый торф но это вот такой вот хороший легкий полу перепревший субстрат из листьев коры наверное древесных каких-то растений вот им вот я замульчировал своих рода дендрона так что вот так вот вот такая вот грядка то есть она получилась у меня где-то на глубину сантиметров 80 но если 50 считать в землю уходит 50 это точно я прям замерял вот и потом еще здесь вот ну моя моя большая четверть вот моя большая четверть равняется сантиметров наверно 30 так что вот такое вот устройство пока я конечно все это прижал дощечками чтобы все не летала и не трепалась вот а последствия все это засыпется песком и все это будет выглядеть очень аккуратно также здесь это клумба с точно так же сделано первый слон идет в полиэтиленовой пленки второй слой агро волокно вот так же доски идут и точно так же этот будет являться таким барьером к тому же это достаточно хорошо я считаю и утепляет эту теплую грядку то есть доска пленка и утрасил не дает особо сильно промерзать почве в дальнейшем потом достаточно хорошо и быстро оттаивает вот что я хотел рассказать также у меня здесь растут несколько вересков ну вот как то так потом когда будет все красиво и будет все в плиточке я сниму покажу еще раз возможно расскажу как это есть и как это должно быть всего доброго пока а что же дальше дальше будет больше а